Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев и вы смотрите YouTube канал Планета Дзюдо и нашу рубрику Библиотека Боевых Искусств. Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые наши зрители, с литературой о боевых искусствах, о различных стилях, направлениях, историях, мастерах боевых искусств. И сегодня, в очередной раз, мы знакомим вас с научно-методическим сборником «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой. Выпуск 2». Этот сборник автором и основным издателем, так сказать, этого сборника является Алексей Горбылев. Алексей Горбылев – журналист, международник, востоковед, японист, кандидат исторических наук. Много лет он пишет много интересной, важной, полезной информации о боевых искусствах. Алексей Горбылев окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета Ломоносова. Он – доцент кафедры истории и культуры Японии, а также мастер боевых искусств. Поэтому каждое его издание, каждый его новый выпуск – это всегда очень и очень интересная информация. Итак, давайте мы посмотрим, о чем же говорится во втором выпуске этого научно-методического сборника. Как мы видим, это опять очень хорошее издание, в очень хорошем переплете. Качественная бумага, качественная бумага, качественный текст набитый. Итак, во втором выпуске мы познакомимся с новым исследованием Алексея Горбылева. Модернизация японских боевых искусств в эпоху Мэйди. 1868-1912 года и рождение Будо. Это очень интересное исследование, и оно будет полезно для всех, кто интересуется историей боевых искусств, кто практикует и преподает боевые искусства, причем независимо от стилей и направлений. Также опять продолжение совместного проекта Алексея Горбылева с Натальей Демченко. Ката в традиционных боевых искусствах самураев эпохи Токугава 1603-1867 год. Очень большой исторический временной отрезок здесь исследуется, и он тоже очень интересный, потому что здесь есть много материалов исторических с фотографиями, с ссылками, с рисунками. Поэтому он будет, этот материал будет очень интересен всем, кто практикует боевые искусства. Дальше во втором сборнике материалы, переводы документов и текстов известного мастера карате прошлого Мабуни Кенва. Искусство самозащиты карате Кэмпо. Перевод выполнен также Алексеем Горбылевым. И здесь тоже очень много материалов по этой теме. Здесь есть, например, очень интересная глава «Практическая польза от занятий карате». Я думаю, это очень интересный материал. Также есть упражнения. Это тоже очень интересный материал. Здесь представлен упражнение с рисунками Мабуни Кенва. Вот вы видите различные рисунки техников, ударов, постановки ног, рук. Материал очень обширный, интересный. И я думаю, такая книга, такой сборник – это всегда хорошее приобретение для каждого мастера боевых искусств, кто изучает, практикует, преподает боевые искусства. Независимо, как я уже говорил, от направления. Помимо этого, я думаю, такой сборник будет всегда интересен и тем, кто просто занимается боевыми искусствами. Не обязательно это должен быть высокий мастер. Но такой сборник, он даст более обширное представление о боевых искусствах. Это теория, которая всегда должна быть под рукой, где можно не просто там рыскать в интернете, где-то опять потерялась, а всегда хорошо иметь под рукой книгу, тем более такое качественное издание, очень хорошее. Оно прослужит очень долго и будет полезно всегда и украсит любую библиотеку каждого мастера. Поэтому рекомендую. Научно-методический сборник «Хиден» – боевые искусства и рукопашный бой. Библиотеку. И если она забудет почти ничего под builtом, то даст об Hijг и по вагодке underneath.